я рад всех приветствовать кто забрел на канал blender 2.8 и давайте в этом ролике рассмотрим что такое проецирование и раскрашивание погнали закрываем баннер удаляем куб delete заходим в файл находим импорт находим общ и загружаем какую-нибудь голову колесиком крутим вот такая вот голова немножко ее подкорректируем по центру вот так мы немножко можно развернуть зажатый шип зажатое колесико опускаем именно эту голову вот так вот переключаемся на select box и повторюсь включаю опять же видимость клавиш n панель заходим выделяем голову заходим в текстур paint вот цвет поменяла головам теперь заходим вот в эту функцию где ключи и отвертка актив тул тулы и находим но у текстуры нажимаем вот на этот квадратик с крестиком и нажимаем base color нажимаем ok теперь нужно подгрузить текстурку текстуру загружаем именно вот в этой вкладке текстуры добавляем новое и подгружаем уже туда превью жмем open находим рабочий стол находим именно hand голова развертка и вот загружается вот такая вот голова скачать развертку можно именно в яндексе в гугле вводите развертка лица и вот здесь вот такие развертки можно женское лицо кстати тут есть женские лица мужские лица с бородой без бороды с волосами без волос словом кучайте следом возвращаемся опять в тулы и находим колесиком крутим заходим в текстуры вот сюда вот текстура здесь подгружена и нужно и поставить вот в этой вкладке mapping поставить stencil stencil вот здесь появляется вот такая вот развертка зажимаете правую кнопку мыши и можно ее перетаскивать зажав shift и правую кнопку мыши вы можете уменьшать прибавлять со вот такие делать действия крутите колесико прибавляется сам объект персонаж если зажать shift зажать колесико можно его двигать и колесиком приближаете давайте все это дело проделаем и зажмем shift и правую кнопку мыши вот так немножко все это дело подгадаем и правая кнопка мыши можно переносить вот таким вот образом вот можно подгадать нос глаз вот таким образом и начинаете левой кнопкой мыши все это дело красить вот так вот смотрите опять же где губы можно опустить если вот так вот все это дело подкрасить зажимаете правую кнопку мыши и ловите именно усы можно нажать f и уменьшить именно размер части и вот теперь можно нарисовать усы усы здесь же можно нарисовать губу и вот так все это дело здесь подкрасить вот таким вот образом вот так вот следом зажимаем правая правую кнопку мыши и поднимаем глаз немножко его тут намалюем вот так подкорректируем и вы видите что модель раскрашивается можно теперь поставить модель боком и вот так все это дело подгадать нажать shift правая кнопка мыши и вот так все уменьшить и опять же правая кнопка мыши перенести вот таким вот образом на челюсть и немножко подрисовать челюсть и немножко подрисовать челюсть вот так вот волоси немножко опять же припустить и немножко подкрасить волос нажать shift вот так вот нажать shift уменьшить опять же вот эту вот развертку правая кнопка мыши подгоняем ухо и немножко все это дело опять же раскрашиваем вот так так ну вот что то такое получается следом можно здесь вот выбрать вот такой вот цвет снизу и немножко подкорректировать если он слишком темный выбираем нужный нам оттенок опять же shift правая кнопка мыши прибавляем подгоняем вот так вот вот так вот и немножко подкрашиваем и немножко подкрашиваем ну словом получается вот такой вот вариант насколько он подходит для работы не знаю но нашел информацию следом можно вот это все дело отключить закрыть ну и теперь опять же открываем или открываем сбоку вот так вот панельку переходим uv editor вот у нас здесь появилась разверточка ну и следом можно в шейдинг вот мы уже в шейдинге нажимаем правое колесико все это дело крутим вертим и вот такой вот персонаж раскрашенный нужно теперь все это дело применить именно вот к этой развертке нажимаем можно нажать сразу object mode не применяется значит заходим опять же в текстуры paint и вот она применилась вот одна сторона тут покрашенная так сейчас покажу вам вот так это все дело выглядит выглядит немножко опустим теперь вот эти вот окна левая кнопка мыши тянем вниз и теперь смотрим опять же как это все будет выглядеть в object mode вот теперь все применилось текстура находится здесь ее можно сохранить нажимаем вот на эти полоски находим image находим save as находим куда будем сохранять и вот наше название текстура 1 base color png формат жмем save as также можно сейчас вернуться в текстуру paint и вот так все это дело здесь установить посмотреть поближе все всем пока до свидания еще один вот такой вот вариант все что кто ну ну Продолжение следует...